Друзья, привет! С вами компания Руфер. Нахожусь на очередном из наших объектов. На данном объекте мы в настоящее время выполняем работы по устройству подкроильного гидроизоляционного слоя. Крыша у нас на первый взгляд простая, она односкатная. Но, тем не менее, на ней есть очень интересные места, которые хочу вам показать. Пойдемте посмотрим. Вот односкатная крыша, казалось бы, достаточно простая. У нас есть вот такие вот интересные места в виде парапетов. И вот здесь вот небольшой участок. Один ската и другой ската стыкуются. Соответственно, здесь у нас появляется яндова и появляется вот такой вот парапет. Какие здесь есть интересные места? Первое. Это устройство яндовы. Каким образом мы ее выполнили? Выполнили мы ее конвертным способом. Сначала мы на стропилы прикрутили два бруска 50 на 50. Далее добавили еще рейку 50 на 30. Для чего? Для того, что у нас здесь будет подкроильный продух 80 миллиметров. Далее раскатали уже полотно целиковое гидроизоляции. Применяем вот такой вот материал Delta Max. Почему используем его? За счет высокого класса водоизоляции и очень хороших характеристик на прочность этого материала на разрыв. Выложили целиком полотно в яндове. Далее мы, соответственно, подходим уже к яндовной зоне. Вот так вот у нас идут болотна по скату. Вот их видим. Подходят они к яндовной зоне. И в яндовной зоне мы уже обеспечили герметичное примыкание полотна, который пришел у нас со ската к яндове с помощью вот такой вот ленты мультибенд. Такой вот способ наиболее является оптимальным. Каких-либо вот здесь вот открытых мест крепления пленки их нету. Соответственно, у нас получилось вот такое вот корыце в яндове, который является абсолютно герметичным. С точки зрения водоизоляции. Вот здесь вот мы крепили пленку, данную диффузионную мембрану с помощью строительного степлера. Вот эти вот все скобы, они будут у нас заклеены при последующем производстве работы. Здесь будет установлена уплотнительная лента и на нее будет уже у нас закреплена обрешетка. Вот в этом месте мы сделали вот такой брусок, установили. Для чего он нужен? Он нужен для того, чтобы мы могли направлять и контролировать поток воды. Если здесь какая-то влага будет, а конденсат в любом случае он будет, он у нас не будет из этого места перетекать и вытекать на стену. Он будет у нас упираться вот в этот закладной брусочек и, соответственно, обходить вот это вот место. Вот здесь вот такие вот у нас имеются интересные примыкания. Завели пленку в настоящее время мы на парапет на 30 сантиметров. Далее мы здесь еще будем выполнять работы. Покажем вам дополнительно. Вот такие вот угловые места, они наиболее уязвимы. Тем более у нас здесь идет яндовная зона. Для того, чтобы здесь каких-либо протечек не было, что мы выполнили? Ну, кроме как разрезать конвертным способом гидроизоляцию, которая у нас идет в яндове, и завести ее на стену, лучше ничего здесь не придумаешь. Далее мы вставили вот такую вот вставку, дополнительно приклеили, закрыли вот это вот место реза. И самое уязвимое место, это вот этот вот уголок, мы проклеили с помощью вот такой вот специальной ленты Flex. Все углы у нас выполнили с помощью этой ленты. Применили ее на таких достаточно тонких и уязвимых местах. Сейчас покажу еще одно место. Вот, например, вот здесь также выполнили примыкание. Вот здесь вот у нас идет перехлёст полотен. Между собой они проклеены. Очень прочная склейка происходит у данного материала за счет того, что в нем имеется уже клейкая полоса, которая обеспечивает надежное соединение. Далее, вот здесь вот у нас выведено на нижнее полотно яндовое гидроизоляция, полотно яндовое. Далее мы по перехлёсту подвели, соответственно, к яндове. То есть все обеспечили на отвод воды. Вот такие вот места сделали под углом. Вот здесь вот пришлось добавить небольшой кусочек для того, чтобы у нас водичка упиралась и не стояла здесь. Обязательно вот это место обходило. Ну а как это работает, сейчас вам покажу. Прольем яндовую и проверим ее на герметичность. Ну что ж, друзья, давайте прольем нашу яндовую и проверим герметичность. Начинаем лить воду. Да, прям можно посильнее. Вот уже пошла водичка. Вот видим, как она у нас идет. Она нигде не задерживается. Видим, как она уходит вот из таких вот уязвимых мест. Вот когда проливаешь воду, то сразу видны все места и примыкания. Соответственно, вывод по пролитию можно сделать, что узел у нас работает. Застойных зон здесь нигде нету. Водичка у нас стекает и прекрасно уходит. Ну, какие материалы я вам сейчас покажу. Мы применили для реализации узла. Это вот такая вот у нас лента. Delta Flex Band FG80. Это у нас модифицированный идет каучук. Очень эластичный. Хорошо литнет, примыкает. Ну, классика жанра. Delta Multi Band. Без него никуда. И попробовали для герметизации мест контурбруса вот такую вот ленту от компании Proclima. Texon Night Deck. Очень она понравилась, скажу честно. Чем она понравилась? Во-первых, она идет двухсторонняя. Это тоже модифицированный каучук. Сначала мы клеим ее непосредственно на мембрану. Заклеиваем все вот такие вот открытые места, скобы. Далее прикладываем брус. И плюс от того, что она двухсторонняя, брусок на ней держится. Когда вы закручиваете саморез, не нужно его прижимать, как-то фиксировать, поджимать. Ну, в плане производства работ это очень нам понравилось. Ну, опять же, когда мы через модифицированный каучук закручиваем саморез, он немножко наматывает этот каучук. Также лентой является эта самозатягивающаяся. Соответственно, места крепления получаются абсолютно герметичными. Вот такая вот у нас получилась замечательная индова. Всем пока, друзья. До скорых встреч.